Воспитание и педагогическая мысль в античном мире Древневосточные цивилизации дали человечеству первые образцы школ. Дальнейшее развитие школы осуществлялось уже на следующей ступени исторического развития в эпоху античности, греко-римской древности. Достижения в области содержания, методов и организации образования подрастающего поколения в Древней Греции, Риме, эллинистических государствах и осмысления их философами тога времени явились важным этапом в последующей эволюции школы и педагогической мысли. Территория и временные границы античного мира огромны. От третьего тысячелетия до н.э., когда в бассейне Эгейского моря, на островах и материке, лишь зарождалась древнегреческая культура, и вплоть до вивэн.э., когда греко-римский мир рухнул, смешался с так называемым варварским миром. 27. Христианством и породил эпоху Средневековья Территориально-античный мир на разных ступенях своего развития охватывал земли трех материков от Атлантического океана до Египта, Средней Азии и Индии. Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции На островах Эгейского моря, прежде всего на Крите, и на материковой территории Греции в 3-2м тысячелетиях до н.э. Сложился особый тип культуры, во многом схожий с древними восточными цивилизациями, многими нитями, и экономическими и культурными, связанной с Египтом, Малой Азией, Финикией, Междуречием. В условиях этой самобытной культуры уже в 3-м тысячелетии до н.э. На Крите зародился вид письменности, восходивший к пиктографическим знакам, к протошумерской письменности и отражавшей потребности храмов и дворцовых хозяйств. В середине 2-го тысячелетия до н.э. В этом регионе получает распространение слоговое письмо, которым владели не только жрецы, но и служители царских дворцов и даже богатые горожане. В критском письме уже появились знаки для передачи как согласных, так и гласных звуков, другие признаки постепенного перехода к алфавитному письму. Подобно древневосточным цивилизациям, первоначально центры обучения создавались здесь при храмах и царских дворцах. Так, при дворце критского царя имелось специальное помещение для служителей песцов и их учеников. Критские песцы установили твердые правила письменности. Направление письма слева направо, расположение строк сверху вниз. Они стали выделять заглавные буквы И красную строку. Все это стало в той или иной степени достоянием европейской письменной культуры последующих веков. Культурное развитие в Древней Греции и на Крите было задержано вторжением с Балкан в 12-11 вв. До н.э. Дарейских племен, воинственных обитателей периферии греческого мира. Воспитание и обучение юношества в Греции в 9-8 вв. До н.э. Отражено в эпических поймах, Илиада, и, Одиссея, авторство которых по античной традиции приписывается легендарному древнегреческому поэту Гомеру. Школьных форм обучения Гомеровская Греция еще не знала, но внимания к воспитанию детей было большим. Сложился образ совершенного человека, личности развитой умственно, нравственно и физически. В воспитательной практике этим идеалом руководствовались как педагогической целью. Герои Гомера воспитывались домашними учителями, наставниками, как правило старцами. Таким предстает перед нами Феникс, учитель Ахилла. Он формулирует образовательную цель так. Герои Гомера владеют яркой и образной речью, знают мифы, деяния богов и предков, историю своего рода, поют и играют на музыкальных инструментах, читают письменные послания. Гомер характеризовал идеального героя как способного мыслить, мудрого. Грек архаической эпохи должен был быть развит физически, подготовлен к пользованию оружием. В эпических поймах в связи с этим даются следующие характеристики. Крепкий, выносливый, стремительный, сильный мышцами, способный вести бой. Художественно раскрыт Гомером и идеал нравственного воспитания, его герой, славный в потомках, действующий, как заведено по обычаю, справедливый, верный, надежный. Конечная цель воспитания, по Гомеру достичь славы, превзойти в доблести своего отца. Пусть о нем некогда скажут, из боя идущего видя. Он и отца превосходит. Говорит Гектор о своем сыне. Воспитателями применялись традиционные приемы, с одной стороны, стимулирующие положительное поведение, с другой пресекающие нежелательное. Подросткам внушалось быть лучшими среди сверстников. На рубеже 8-7 ВВ ДН.Э Традиционное древнегреческое воспитание нашло описание в поэме «Труды и дни» Гесиода. Здесь в художественной форме изложены правила житейской мудрости, приведены бытовавшие в то время назидание юношеству. Можно сказать, что Гесиод положил начало дидактической поэзии. В период расцвета Эллады, в 6-4 ВВ ДН.Э Ведущую роль среди составлявших ее мелких государств полисов играли Афины в Аттике с республиканским строем правления Испарта в Лаконии, формально возглавлявшиеся царями, власть которых существенно ограничивалась советом старейшин. Герусией Эти два полярных полиса, города-государства, дали два различных образца организации воспитания в древнегреческом мире. В Спарте сложился идеал сильного духом, физически развитого воина, но по сути своей. 28. Невежественного человека Еще Аристотель заметил, что основной недостаток спартанского воспитания заключался в том, что спартеаты чувствовали себя уверенно лишь в ходе военных действий, а досугом своим пользоваться не умели, поскольку обладали ограниченным кругозором. 29. Напротив, в Аттике юношеству давалось широкое, универсальное по тем временам образование. 30. Это отличие выражено Афинянином Периклом в речи, приведенной Фукидидом в его, истории. 31. Я утверждаю, что все наши государства – центр просвещения Эллады. 32. Каждый человек может, мне кажется, приспособиться у нас к многочисленным родам деятельности. 33. Воспитание полноправных граждан спарты было целиком и полностью в ведении государства. 34. Здесь был осуществлен один из первых известных человечеству опытов о государствлении личности. 35. Благодаря подробным описаниям воспитания спартеатов, которые приведены к Сенофонтам, Плутархам, Павсанеям, можно восстановить его достаточно целостно. 36. В спарте целенаправленному воспитанию придавали решающую роль в деле формирования человека. 36. Плутарх в сочинении «Изречения спартанцев» привел легенду о том, как законодатель Ликург убедил в необходимости воспитания народное собрание. 37. Он показал старейшинам двух собак, одна из которых – охотничьей породы, была приучена к лакомой пище, а другая – сторожевой породы, к псовой охоте. 38. Когда перед ними положили еду и выпустили зайца, то каждая устремилась к чему была приучена. 39. И вывод. Воспитание для выработки добрых качеств значит больше, чем природа, всем необходимо в течение всей жизни учиться доблести. 40. Общественное воспитание спартеатов начиналось с первого дня жизни. По словам Плутарха, новорожденного осматривали старейшины. 40. Слабых и уродливых детей кидали в пропасть тайгит, отнимая у них жизнь, а здоровых и крепких передавали опытным кормилицам. 41. Кормилицы из Спарты, как хорошие воспитательницы, ценились во всей Греции. 42. Они малышей не пеленали, оставляя свободу движения телу. 43. Приучали их соблюдать меру в еде и не быть разборчивыми к пище. 44. Учили не бояться темноты, не пугаться. 45. Кормилицы умели останавливать плач и предупреждать капризы детей. 45. С семи лет всех мальчиков-спартеатов собирали вместе и делили на так называемые агелы, которые, в свою очередь, состояли из илов, более мелких подразделений. 46. В этих товариществах ровесники жили вместе. 47. Агелу возглавлял один из мальчиков, отличавшийся умом и гимнастическими умениями. 47. Плутарх называл агелы, школой послушания, где мальчики, упражняются в искусстве повелевать и подчиняться, т.е. 48. Готовиться быть послушными гражданами, исполнителями воли властей. 49. Грамоту же спартанцы изучали только ради потребности жизни. 49. С 13-летнего возраста подростки обучались и воспитывались, по словам Плутарха, в школах для гимнастических упражнений, которые возглавлял специально назначенный старейшинами, Пидоном. 50. У него был помощник из числа старших юношей, Эйрин. 51. Эти школы находились под бдительной опекой представителей старшего поколения, которых ученики беспрекословно слушались, считая их своими, отцами, учителями и наставниками. 52. В этих государственных учреждениях подростков упражняли в военном искусстве, они участвовали в учебных сражениях и походах. 53. С ними проводили беседы нравственного содержания с целью научить молодых спартиатов отличать хорошее от дурного. 54. Такого рода беседы должны были приучить подростков к краткости и ясности речи. 55. Отсюда и понятие – лаконичность. 56. Начиная с 14 лет мальчики ежегодно подвергались публичным испытаниям, аганам, которые подразделялись на гимнастические, 56. Когда юноши должны были показывать свои успехи в физической подготовке, и мусические, прежде всего состязания в пении и игре на флейте. 57. И гимнастические и мусические испытания были тесно связаны с военными упражнениями. 58. По словам Тога же Плутарха, в песнях восхвалили доблести, свойственные каждому возрасту. 58. Состязания в терпении и выносливости проводились, в частности, в форме сечения подростков у алтаря Артеми де Оргии. 59. Плутарх, из речениях спартанцев, рисует следующую картину этого обряда. 59. Мальчиков в спарте парали бичом. 60. В течение целого дня, и они нередко погибали под ударами. 61. Мальчики гордо и весело соревновались, кто из них дольше и достойнее перенесет побои. 62. Победившего славили, и он становился знаменитым. 63. Формированию у молодых спартеатов качеств воина-рабовладельца служило такое государственное установление, как крепте, своего рода военный поход молодежи, во время которого они наделялись правом тайного убийства самых сильных и боеспособных из среды порабощенного населения элотов. 64. Такую практику сам Плутарх считал чрезмерно жестокой. Только после прохождения всех этапов государственного воспитания юноши-спартеаты становились полноправными гражданами. В демократических Афинах до 7 лет дети получали традиционное семейное воспитание, целью которого было развитие у ребенка физических сил, чувства красоты и формирования традиционных. 29. Нравственных установок. По достижении 7-летнего возраста для части афинских детей начинался этап школьного обучения. В состоятельных семьях попечение о маленьких школьниках возлагалось на раба-воспитателя, педагога. Слово «педагог» буквально означало «детоводитель». Это был более или менее развитый домашний раб, который сопровождал ребенка в школу и следил за ним дома. Постепенно из обычного раба педагог превращался в домашнего воспитателя. Афинские учебные учреждения, дедаскалиены, первые учебные заведения эпохи классического периода были частными, следовательно, платными. Соответственно целям воспитания, включавшим во взаимосвязи духовное и физическое развитие, в Афинах существовало два типа школ. Мусические и гимнастические полистры. В мусической школе обучали детей учитель-грамматист и учитель-кифорист. Здесь дети должны были научиться искусству читать и писать, а также щиту, используя для этого специальное шотное приспособление АБАК, некоторое подобие наших щитов. Обучение грамоте велось буквослагательным методом. Для этого использовались новощенные дощечки. Церы, на которых ученики, стилями, заостренными палочками наносили буквы, составляли тексты, вели записи вычислений. Эти элементы техники школьного обучения свидетельствуют о связях древнегреческой культуры с близкой к ней исторической культурой Древнего Востока. Мусическое воспитание охватывало те сферы культуры, которые находились под покровительством мус, по греческой мифологии дочерей богини памяти Мнемосины. В их видении были поэзия, музыка, танцы, науки и творчество в целом. В мусических школах дети заучивали отрывки из классической литературы. Гомер, Гесиот, Эзоп, Эсхил, Софакл, Еврипид. Музыка, поэзия и грамматика были так тесно связаны, что обучать им мог один учитель, параллельно обучая детей игре на кефаре, музыкальном инструменте щепкового типа. Игре на флейте в афинских школах не обучали, поскольку, по мнению афинян, она не сочеталась с устной речью, а тем самым с интеллектуальным развитием детей. В полистрах афинские дети упражнялись в беге, борьбе, прыжках, метании диска и копье, подготавливаясь к участию в общественных состязаниях. Древнегреческий гимнасий, реконструкция. Юноши из благородных семей, завершившие курс обучения в музыческих школах и полистрах, в возрасте от 16 до 18 лет продолжали совершенствоваться в государственных учреждениях-гимнасиях. В Афинах ВИ-4ВВ. ДН.Э. Было три гимнасии Академия, Ликей, Киносарг, где выдающиеся ораторы и поэты вели с юношами наставительные беседы. Греческое слово «схола», нынешняя школа, обозначало досуг, отдых от труда, способствующий физическому и духовному совершенству. Греческое слово «схола»